Исключить дублирование полномочий, снизить срок задержания, расширить возможности адвокатов. О внесении изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности рассказали представители областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Побывала на встрече и наша съемочная группа. Самое громкое дело в этом году о пропавшем зерне, говорят спикеры. Напомню, были похищены 140 вагонов, а это 9 тысяч тонн или больше 400 миллионов тенге. Перед законом теперь будут отвечать руководитель областного филиала проткорпорации Янсигенов и Жишкунов, глава товарищества классик Агра. А именно там должна была храниться крупная партия. К слову, ущерб государству они возместили еще в ходе следствия. Все материалы направлены в суд. По состоянию на ноябрь зарегистрировано порядка 30 уголовных дел. Это направлено в суд. 24 должностных лица привлечены к уголовной ответственности. Департаментом Национального бюро на сегодняшний день по 11 месяцам в результате проведенных досудебных расследований государству возмещено около 500 миллионов тенге. Это именно реальное возмещение не путем конфискации имущества, а путем внесения в доход государства наличных средств. Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, медицина. Пойманы за руку чиновники и сотрудники из разных сфер, отмечают докладчики. Например, 24 октября дело завели на руководителя областного управления здравоохранения. Однако детали в интересах следствия не разглашают. Поделились только тем, что меру пресечения еще не выбрали подозреваемые на свободе. От неутешительных фактов к позитивным преобразованиям. 11 декабря глава государства принял новый законопроект. Внесены изменения в некоторые акты по модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности. В этом случае государству выгоднее обязать выплатить штраф. Еще одна новелла законопроекта – снижение срока задержания с трех суток до двух. Для несовершеннолетних до 24 часов, говорят спикеры. Также теперь у адвокатов будет больше полномочий. Их наделят правом золотого доказательства. Впервые предлагается ввести новую форму расследования – приказное производство. Оно будет применяться к преступлениям небольшой тяжести на основании ходатайства подозреваемого. Однако здесь важно и согласие потерпевшего, отмечают докладчики. А еще материалы по некоторым уголовным делам будут направлять сразу в суд, минуя прокурора. Все эти изменения необходимы, чтобы сделать процесс судопроизводства еще эффективнее. Александра Солмина, Михаил Казначеев, Новости МТРК.